Так, 8 октября 2024 год. Позавчера я сделал специальную запись, подофигевшая от того, что в Ханты-Мансийском автономном округе за подписание контракта с вооруженными силами Российской Федерации выдают 2 миллиона 700 тысяч рублей за подписание контракта. И сегодня, через день, узнаю, что в Белгороде вчера, 7 октября, установили плату за подписание контракта в 3 миллиона рублей. Уже получается не 28 тысяч долларов, а 31 с лишним тысяча долларов выплачивается каждому футырку российскому, который подписывает контракт за попытку съездить и замочить украинцев. Вы там пишите, мне комментарии позавчера писали, вот это зачем чужие деньги считать. Мне насрать на деньги, ребят, я вообще не про деньги серьезные. То есть у меня там афоризмы написать, там звезды поснимать. Ну, как бы это все мимо меня прошло. Я рабочий всю свою жизнь, я никогда за бабками не гонялся. Вы, ребята, в России там с теми триллионами, триллионы долларов за нефть платили, там золотой дождь. Вы могли там пенсионеры не по мусоркам сейчас кататься, а в хобби-хорсинг каждый пенсионер мог на арабских скакунах ходить. Серьезно. То есть вам просто, как Путин пришел, была цена нефти. В 99-м году он премьером стал, была цена нефти 9 долларов за бочку. А в 2006-м, 2007-м, 149 долларов за бочку. То есть при тех же ресурсах, которые вы качаете, вам просто, блин, вывалили на вас, блин, триллионы баксов, ни за что. То есть то, что построено было при Союзе, там, все вот оно. Я же ничего не говорю, это все ваше на здоровье. Вы просто как вы этим распорядились. Сейчас вы платите пенсионерам 20 тысяч среднюю зарплату, да, и платите, это что получается? 150 пенсионеров можно на одну такую, за одного утырка из Белгорода, который пойдет убивать украинца. Можно 150 пенсионеров оплатить пенсию, если средняя пенсия. Если 10 тысяч, как у некоторых, так это получается и 300 пенсионеров. Просто вы понимаете, я почему восхищаюсь? Вы понимаете, насколько крутые здесь украинцы, которые против вас стоят, защищают свою страну? Что вам даже в Санкт-Петербурге платят 1,9 млн за подписание кадрульки. В Москве платят 2,3 млн за подписание кадрульки. В Ханты-Мансийске 2,7 млн. Ну, то есть, там 1,9 млн, там 2,1 млн, там 2,7 млн, и тут уже 3 млн. То есть, и все равно, и 140 млн сраном, блин, Российской Федерации, вы до сих пор не можете найти даже за эти деньги людей, которые готовы пойти сюда выпадать. То есть, это уже все понимают, что, блин, обнуление практически стопроцентное. Так, ребята, это 2024 год. Это, наверное, худший год за эту кампанию. С 22-го, да, в 22-м году у вас там были какие-то нереальные запасы советских снарядов. Но сейчас, в этом году нам просто перекрыли кислород, когда там этот, не Байден, а как его, блин, у Трампа этот, корреспубликанец этот, спикер, не давали нам сколько, 7 месяцев не давали нам вооружения и снарядов. А да, мы воюем фактически за счет зарубежных, зарубежных помощей, за счет зарубежных поставок и всего остального. И мы даже без этого умудрились, блин, я посмотрел сейчас специально. Вы за год, с октября прошлого года по октябрь нынешнего года, продвинулись на 37 километров от Авдеевки до Георгиевки, как-то так. То есть, даже до Покровска не дошли, там еще километров 10 есть. Да, то есть, мы вот в Курске, в Курской области, там 42 километра, там, я посмотрел тоже, какая ширина фронта, там 42 километра, пожалуйста, да. Так это мы в августе туда зашли. Так это к нам только начали поступать и в 16-е. Сейчас снимаю весы, сейчас никто не видел, как и в 16-е работают, да. Ну вот, кроме того, что ПВО там сбивали, я так понял, что в Дебридж попали в обломки с ракеты, когда погиб наш пилот один. То есть, россияне на себе еще не чувствовали, не в 16. Я не знаю, где леопарды эти первые, где вот эти все вооружения, но это есть. И вы знаете, что надо к чему-то готовиться, правда, россияне? То есть, я жду и смотрю, как покажет себя 2025 год. Дай бог мне до этого дожить. Но даже если не доживу, ребятки, я украинцам говорю, мы продержались самый тяжелый год. Я уже говорю, продержались, потому что тут до выборов осталось, блин, сколько, месяц, да, американских. Я так понимаю, что сейчас все это придерживается, здесь этот крымский мост не трогают, всю эту фиготень рашистскую не трогают. Именно потому, что, чтобы не спугнуть там, чтобы не Трампа выбрали, а это Камело Харрис, Камело Харрис, да. То есть, видно, нас очень-очень просят, пожалуйста, подождите, потерпите, сейчас вот выберут, и тогда уже, блин, бейте на отмашь. Давайте посмотрим, что будет после 5-го числа. Вот это мне даже очень интересно, дай бог даже хотелось бы на это посмотреть. Но я вам, украинцы, я вам говорю, мы продержались самый тяжелый год. Самый тяжелый год, когда у нас не было ни снарядов, когда у нас не было ни в 16-х, когда у нас с Петрио там эта засада была. Сейчас уже Нидерланды еще, говорят, дали уже первую партию Нидерланды. Это помимо той, что давалось еще летом. Это еще в августе. Это дают еще Нидерланды, говорят, и до конца года еще 24 дают. Так что, ребятки, блин, посмотрим, что-то будет и будет хорошо. 3 миллиона, блин, нафиг, за то, чтобы поехать попробовать убить украинца. Мы просто какие-то супер, блин, воины.